Уважаемые любители роликов, посвященные моим опытам с художественной фотографией. Сейчас отвратительная погода, идет снег, нету солнца, то есть ну совсем не гулятельная. Но тем не менее именно в эту погоду занятия форматной фотографией особенно интересны. Ну почему? Во-первых, нету цвета. Из цветного может быть только мой красный нос. Этого недостаточно явно. По этой причине надо искать оттенки серого, то есть те самые переходы, которые нам дают форматные камеры при съемке на черно-белую пленку. Вот в данном случае я как раз этим и занимаюсь. Поскольку цвет исчез, я взял камеру 4 на 5 дюймов. Это очень известная камера. Гундлоч, еще довоенная, у которой огромное двойное растяжение меха 55 сантиметров. Я ее приводил в качестве уникальной художественной камеры еще в книге «Формат искусства фотографии». Там на 11-й странице даже есть ее снимок. И вот я вышел с ней на пленэр, если так это можно сказать, и развлекаюсь тем, что делаю черно-белые снимки с очень тонкой передачей оттенков серого. Ну, цвета нет, так нет. Для этого я взял еще один уникальный объектив 400 миллиметров. Камера позволяет, поскольку ее мех растягивается очень сильно. И снимаю сейчас объективом «Конга» с такое странное название, но он 400 миллиметров, специально разработан для съемки ландшафтов. У него начальная светосила всего восьмерка, но зато он дает потрясающую тонопередачу и очень высокую резкость при диафрагмировании. Кстати, диафрагмировать его можно до 64 абсолютно без проблем, поскольку он не дает дифракционной картинки. Для этого он и сделал. Ну, и здесь даже в этой камере гундлоч родная, родной мех, связанный с тем, что резины-то синтетической не было, и была только настоящая. Вот ее сюда и поместили. Поэтому сейчас я придамся разврату с большим удовольствием. Конечно, потом придется применить всякие сильные лекарственные средства, но тем не менее удовольствие будет получено. Чего и вам желаю. Зима – это время черно-белой пленки. И 4 на 5 дюймов – это отнюдь небольшой формат. Впоследствии я буду снимать на более крупные камеры. Ну, а это позволяет сделать много чего, поскольку у нее есть и уклоны, и шифты, и титлы. В общем, делай, чего хочешь. Короче говоря, все зависит только от вашего творчества. Ну, зима – бесцветное, конечно, время, сероватое. Но оттенки серого тоже дают массу приятных мгновений. Можно получать их разными способами. Можно использовать лейку М10 монохром. Вы получите массу удовольствий. Можно использовать камеры покрупнее. Вот, например, 8 на 10 дюймов. Камера сделана еще до Второй мировой войны с огромным растяжением меха. Ну, и с соответствующей оптики можно получать некоторые дополнительные возможности. Были оттепели. Снег таял, выпадал. Особенно в начале осени. Ну, в конце ее тоже. Вот, посмотрите на несколько кадров, сделанных камерой форматом 13 на 18. Но объектив в 150 мм, задиафрагмированном до 5-6, конечно, все всегда будет резко. И камера показывает прекрасные результаты. Но формат, в отличие от фотокамер с фиксированным расстоянием от объектива до пленки или матрицы, они дают некоторые преимущества. И вот, посмотрите на один из кадриков горизонтальных 13 на 18, сделанных в том же самом месте, где объективом 150 мм. Но в данном случае использовала более длиннофокусная оптика. Вот именно такую оптику полезно использовать в черно-белой фотографии для управления плоскостями резкости. Вот на этом кадре хорошо видно обзор. Ну, вот он целиком, без всяких тонкостей. Видно, что существует несколько зон резкости и нерезкости. Что, собственно говоря, и является инструментом передачи ваших ощущений. Следующий кадр сделан из того же самого, то есть отсканированная пленка 13 на 18 см. Видно, там стрелочками показано. Красными, где резко, а синенькими, где нерезко. Видите, чередующиеся друг за другом зоны резкости и нерезкости. Это достигается вращением задней и передней стенки. Если кому интересно, может почитать книжку «Формат искусства фотографии», где я об этом говорю. И тогда в черно-белом кадре у вас появляются новые композиционные возможности. Вы можете в одном кадре не с помощью Photoshop, а просто вращение стенки камеры достигать нужного оптического эффекта, то есть нужного впечатления, для которого, собственно говоря, фотография и существует. Поэтому, уважаемые слушатели и зрители, если кому нравится черно-белая фотография, вы ограничиваетесь только, так сказать, малоформатными матрицами и не используете плёночные приёмы, то вы лишаете себя автоматически, по сути дела, возможностью управления плоскостями резкости. А это важный момент. Меня многократно обвиняли, что я из чайников пью коньяк. Нет. До такой низости я не могу опуститься, при всём, так сказать, желании и опыте питья водки из консервных банок. Нет. Если есть возможность, всё-таки нужно соблюдать правила человеческого общежития. А в данном случае это точно не чай, как вы понимаете, по бокалу. Это сбитень. Русский национальный напиток, который очень хорошо помогает, в том числе от простуды и проседания горла. Особенно, когда записываешь ролики. Но черно-белая фотография, она не исчерпывает с исключительно большим форматом. Сейчас доступна масса всяких черно-белых камер, которые стали выпускать довольно активно. Среди них мне больше всего нравится, конечно, Leica Monochrome M10. Ну и с точки зрения максимального извращенчества с объективом 35 мм с начальной диафрагмой 2. Это один из лучших апохроматических объективов со сферической оптикой. Вот полюбуйтесь, что даёт даже антропогенный ландшафт. Я не говорю, что перед вами какие-то шедевры. Я и не стремлюсь этого сделать. Потому что снимок носит исключительно поучительный или образовательный характер. Снимки сделаны, как вы видите, по этому кадру в режимное время, когда уже лампочки зажглись, стало темнеть. Но ещё не совсем темно. Ну поэтому вот режимные часы в сети, они дают такие приятные картинки. Сочетание стекло и внутренней подсветки, ещё относительно светлого неба, создаёт то самое настроение железобетонного муравейника, который некоторым так нравится. Ну что ж, наслаждайтесь. Здесь есть много приятного. Тем более, что лейка с её прекрасными алгоритмами, связанными с черно-белой матрицей, позволяет очень хорошо передавать даже в сумерках снег и одновременно прорабатывать тени бетонных зданий. Собственно говоря, это большое преимущество. В некоторых случаях получить это без фильтров, даже камерой форматной в черно-белом, так сказать, искусстве, довольно сложно. Но тем не менее, кое для чего фильтры могут пригодиться, даже с такой совершенной камерой, как лейка М10 монохром. В чём же дело? Дело в том, что на самом деле алгоритмы обработки в матрицах черно-белых изображений, они, конечно, приближены к тем или иным вариантам черно-белой плёнки. Ну, по старинке. Но при этом они сохраняют тот же самый перепад, то есть отношение к цвету примерно такое же, как у плёнки. В результате для того, чтобы черно-белой камерой получить иногда искомый и необычный для традиционного подхода результат, необходимо применять фильтры. И вот в данном случае полюбуйтесь. У нас есть кадры, несколько этих кадров, сделаны с фильтрами. Рядом с ней снята цветная картинка, лейка и цветной М10. Вот полюбуйтесь, что получается. С фильтром GZS5 мы видим, да, конечно, цвета передаются немножко иначе, но он в основном носит выравнивающие функции. Он ровняет цветовые контрасты. GZS17, он немножко усиливает синие и голубое. И таким образом не столько выравнивающие обладает свойствием, сколько компенсационными. И ОС12 фильтры. Он поднимает очень сильно плотность голубого. То есть получается у вас голубое передаётся более плотно. Вот эти фильтры очень полезно использовать, особенно плотные. В данном случае я специально использовал старые советские фильтры. Тривиальные, которые использовались с камерами Convus в своё время, прилагались ко многим специфическим киношным объективам. Это хорошие фильтры, крашенные в массе. Именно такие нужно ориентироваться. А их высокая плотность позволяет добиться того самого изменения черно-белой картинки и градаций оттенков серого. С помощью даже этой лейки. Я использовал в данном случае лейку M10 Monochrome для черно-белой съёмки. И ставил на неё 135-й объектив. Апохромат. Апотелит. Очень хороший объектив. Я им часто пользуюсь. Он лёгкий. Достаточно длиннофокусный. И у него очень приличная конструкция, которая не сильно сказывает на цветовой баланс. Как в этом объективе 35 мм с начальной диафрагмой 2. Я думаю, он вообще один из лучших в M-очной серии. То есть по качеству получающейся картинки. Поэтому, уважаемые слушатели, я всячески советую вам предаться черно-белой фотографии, о чём будет сказано в конце этой фильма. Ну, а от себя могу сказать, что вот эта камера замечательная. Не знаю, расстанусь я с объективом Конга или нет. В общем, жаба душит. Но она, наверное, через недельку окажется в фотомагазине Кутуза Фото, где там полно илеек разных. И появится и вот эта камера. Она одна из моих любимых. Вошла в книжки. Она удобна для съёмки. Но всё течёт, всё изменяется. Я последнее время снимаю в основном 13 на 18. И камера 4 на 5 дюймов под стандартную графлоковскую кассету, сделанную в США до Второй мировой войны, с настоящей резиной на мехе, неуничтожаемой, скоро окажется в продаже. Она подписанная. Все камеры подписываю, поскольку у меня их иногда заимствовали навсегда. И приходилось разыскивать. А так и без этой камеры полно соответствующих деревянных камер 4 на 5 дюймов, которыми можно начать изучать возможности управления плоскостями резкости в черно-белой фотографии. То есть дело в том, что фотография, черно-белая особенно, она является таким апофеозом фотографического искусства. Это гиперсимволизм. Человек сам дорисовывает себе цвет, сам себе дорисовывает в голове историю и всё остальное. А вам только надо направить и создать то есть символический образ, который человек раскроет уже в своей голове. Это важный момент. И делает черно-белую фотографию очень высоким искусством, поскольку прямое копирование реальности, оно слишком созерцательно. А вот черно-белая символическая фотография – это уже ваш внутренний образ, отражённый в материальной культуре, в той картинке, которую вы создаёте, убирая всё лишнее. Поэтому желаю вам продолжать в том же духе, если вы начали заниматься форматной черно-белой фотографией, или попробовать себя в этой области искусства. До свидания.